Так, все обратили внимание, что Виталию на съемке программы «Рассмеши понтифика» президент Зеленский ездил в сопровождении главы Министерства внутренних дел, а не иностранных, что было бы более логично. Вопрос, кто занимается украинской дипломатией в отсутствии украинских дипломатов, мы адресуем политическому эксперту Александре Решмидиловой. Добрый вечер, Александр. Первый вопрос. Где на сегодня в Украине, в исполнительной власти, находится центр принятия решений по внешней политике? В администрации президента или в Министерстве иностранных дел? По моему убеждению, все-таки у президента. Объясню, почему. Я думаю, что во многом усиление Ермака и проявление его неофициальных каналов дипломатии стало возможным именно благодаря тому, что ведомство Пристайка, если его так можно назвать, или скажем так, давайте просто Министерство, потому что насколько Пристайка смог его держать и объединить под своим руководством и началом, вопрос риторический. Именно, скажем так, недочеты или некие провисания работы МИДа позволили усилиться Ермаку и проявить себя где-то в глазах президента более, возможно, сильным, возможно, где-то более доверительно. Мне кажется, что Пристайка, хоть это и квота президента, когда назначали, выбирали условно лучшее из того, что есть, никак это не кадр из ближайшего окружения президента, явно, возможно, с доверием там проблемы, скажем так, эта составляющая явно хромает. Ну и поговаривают, что, возможно, из-за этих всех процессов при анонсированной ротации в кабинете министров и Пристайка может чувствовать себя достаточно волнительно. Поэтому я думаю, что все-таки центром явно остается президент в первую очередь, ну и непосредственно его офис. Смотрите, Александр, есть такое впечатление, что и по российскому направлению, и в несколько меньшей степени, но тем не менее и по американскому, как бы партнеры Ермака ему несколько подыгрывают. То есть они ему дают возможности достигать небольших успехов. И уровень встреч, и договоренности об обмине пленными. И сейчас мы видим, опять, так сказать, создается впечатление, что когда с Нормандской четверкой все, так сказать, пришло в тупик, значит, ну, меняем пленными. Меняем все пленными. Вот такое впечатление. Что вы скажете? Смотрите, не исключая этого фактора однозначно, тем более, давайте поймем, что те договоренности или, там даже сказать, прорывы, которые были осуществлены ранее, вообще Ермак появился ведь в публичной плоскости именно благодаря первой волне обмена. Но здесь есть подыгрывание, потому что на том этапе все эти переговорные процессы по статусу велись, ну, скажем так, ну, могли не вестись, назовем так. Ну, карт-бланшники был дан, и сейчас очень, скажем так, совпадения все, конечно, случайные, но то, что Козак будет курировать украинское направление одновременно с назначением Ермака, могло бы частью договоренностей как в Париже, так и дальнейших договоренностей. Очень интересно выглядел разговор, скажем так, и договоренность с госпожой Меркель, которая спрашивала, недавно был, вы знаете, телефонный разговор с господином Зеленским. И Меркель задавала прямой вопрос, почему, скажем так, есть некие пробуксовки по договоренностям в Париже, и почему не выполняется коммунике. Так вот, один из ответов был, что с появлением Ермака непосредственно уже как в качестве главы Офиса Президента этот процесс должен быть ускорен. Это один из аргументов, ну, по крайней мере, так говорят. И я так полагаю, что у президента большие надежды, связанные непосредственно с тем, что поменяв статус Ермаку, он сможет ускорить процессы переговоров по Донбассу. Также давайте обратим внимание, что есть информация, что Ермак может распространять свое влияние и на переговоры по газу, да, то есть у него и там могут усилиться моменты. Также не в последнюю очередь Ермак будет заниматься переговорами не только с Российской Федерацией, но и с Вашингтоном, да, у него, вы помните, были встречи с Джулиани в Мадриде. Ну, не могу сказать, что очень продуктивные, но, по крайней мере, контакт был, я так полагаю, с Помпео разговоры были. Поэтому в целом не могу сказать, что он прям какой-то гений дипломатии, да, но, с другой стороны, определенные успехи, не без подыгрывания, да, не без подыгрывания, конечно, международных игроков, но определенным образом усилиться ему удалось. Александр, с другой стороны, вот посмотрите, если мы посмотрим заявление того же рейсника, который фактически, ну, дезавуировал Минские соглашения, сказав, что там не... А это человек, который входит в группу рабочую, трехстороннюю контактную группу. Пристайка заявил, когда его никто не спрашивал, что мы не планируем послами обмениваться. Тем не менее, мы видим множество заявлений, которые никак не согласованы с генеральной линией. То есть, создается впечатление, что у нас несколько центров внешней политики. Смотрите, не в последнюю очередь можно добавить еще и заявление непосредственно армии и силовиков, да, которые тоже говорят, ну, добавили тоже масла в огонь, что условно там и по разведению были вопросы, по выполнению Минска и по требованиям выполнять Минск. И, скажем так, и пока мы не видим, что президент может полноценно опереться на Верховную Раду, которая гарантированно скажет ему, что голоса под голосование по вопросам Донецка, это и формула Штайнмайера, и непосредственные изменения в Конституции, ну, что они будут, и беспокоиться не о чем. То есть, на самом деле, есть разные центры, которые разные месседжи отправляют в информационное пространство, но все они говорят о том, что, скажем так, разброд и шатание в рядах, да, что президента и его обязательства особо никто и не торопится выполнять. Также настораживает, что до сих пор на данном этапе нету договоренности по пунктам разведения войск, хоть и пообещали, что появятся новые дополнительные, уже переговоры идут, но пока все это в процессе. Поэтому, да, я соглашусь с вами, что, скорее всего, очередной возможный обмен, это как раз позволит как-то сбалансировать и показать хоть какую-то деятельность, потому что пока можно показать, что, да, была миссия ОБСЕ, которая приезжала в Киев, в станицу Луганскую, они начинали вести подготовку к мониторингу 24 на 7, но надо же и другие пункты показывать. Александр, а как вы считаете, вот возможные, которые обсуждаются, большой обмен пленными, он каким-то образом связан с возможным новым саммитом Нормандской четверки, или наоборот, это как бы вместо саммита Нормандской четверки, ну, сымитировать некое такое, ну, примирение, во всяком случае, обмен пленными для западного обывателя, вообще для западного. Политика – это некий символ такой, что там деэскалация как-то идет. Я не исключаю, что может быть некая подмена, да, или, скажем так, некая компенсация, да, потому что пока говорят о следующем, что встреча в апреле, которая анонсирована, она может и не состояться. Она может и не состояться по ряду причин, не только потому, что заявляют российские СМИ, такую информацию дают. Вот, смотрите, мы уже с вами обозначили, что пристайка не константа. В Российской Федерации на сегодняшний момент хоть пока и нету моментов, почему мы можем утверждать, что Лавров будет как-то смещен, но и он не константа, потому что идет глобальная перезагрузка. Чтобы встретились главы государств, должна идти подготовка на уровне сначала министерств. А я напомню, что даже момент, пока Климкин еще не ушел, а пристайка еще не назначили, или он так не пришел полноценно, даже это позволяло смещать даты встречи тогда, скажем так, только подготовки или рестарта нормандского формата. Надо саботировать, фактически. Да, еще очень интересно, вы затронули тему с послами, да, было заявлено, сам посыл, как это было подано, Лавров заявил, что Российская Федерация не против идеи Украины, то есть это, скажем так, якобы исходит эта идея от нас, восстановить дипломатические отношения, ну и, скажем так... На более высоком уровне. На более высоком уровне. Но вот заявление пристайка может как раз во многом тоже быть, скажем так, финишем его деятельности в ведомстве, то есть, скажем так, мы будем видеть, что то, о чем договариваются, скажем так, люди президента, может идти в разрез с тем, как это видит ведомство, что будет нам еще раз оголять определенное, ну, если не конфликтность, то, по крайней мере, разное видение. Ведь то, когда готовят, допустим, ведомство президента, даже речи, которые ему предлагают посылы, они очень во многом отличаются от того, как бы мог себя вести президент, если бы он двигался по той логике, которую он заявлял в своей предвыборной программе, то есть есть такое ощущение все время присутствия райтеров Порошенко. Вот это очень чувствуется, но, скажем так, здесь это не особо идет в разрез, ведь в рядах у Зеленского очень много скрытых или не скрытых так называемых парохоботов, поэтому определенным образом их влияние все равно сказывается и на внешней политике в том числе. Ну, можно так сказать, что, подводя итоги, что некие декларируемые намерения президентом не поддерживаются аппаратом в полной мере ни правительственным, ни министерства иностранных дел, ну, правда, офис президента, может быть, чуть в большей степени поддерживает. Я бы хотела еще отметить маленький нюанс, на который мы мало обращаем внимания внутри Украины, мы слишком соконцентрированы на своих вопросах, но нормандский формат может иметь некие пробуксовки еще и по ряду других вопросов. Ну, в первую очередь, у Меркель есть внутренние проблемы, а когда у нее есть, ну, сейчас у нее вопросы внутри партии непосредственно с тем, кто будет преемником, да, до этого у нее были проблемы с коалицией, то есть есть вероятность, что если эти проблемы будут обостряться или иметь очень критичный характер, она явно будет нырять во внутреннюю повестку и отходить от внешней. И еще посмотрим, чтобы не оказалось в очередной раз, вот мы с вами как раз разговариваем в преддверии Мюнхенской конференции, чтобы Запад в очередной раз не увидел все наше грязное белье, которое есть в нашей украинской политике, есть такая тенденция и любовь выносить это все на внешние площадки, показывать. И это тоже может очень сильно быть неким раздражительным фактором, поэтому я думаю, что стоит задуматься, как себя потише немножко вести, нежели показывать все разночтения на внешних площадках. Пожелаем нашим политикам отмывать грязное белье дома, не ехать. Замачивать, да. Замачивать. Благодарю вас, Александра. Это была Александра Решмидилова, политический эксперт. Всех благ.